Восвятая служба информации телерадио компании Гумлю, в студии працуя Марина Джалая. Глядите у гэтым выпуску. Самая крональная детячая акция. Малые, которые появились на свету День незалежности, и их мамы принимают веншование и подарки. Земля у аренду и у ласность. Другого жнивня у Гомеля отбудется буйный аукцион. Переступить моральные межи. Гомельский молодежный театр рыхтует премьеру психологичного трилера. А зараза б гэтым и иншим больше подробязна. У День незалежности у регионе заявились на свет 33 детяти. Сегодня малые и их мать примают веншование и подарки. Крональную детячую акцию, что год проводит областная организация громадского объединения «Белая Русь». Разом с ее активистами областный родильный дом накировалась и наша здымочная бригада. У той час, как 3-го липеня вся краина святковала День незалежности, для медперсоналу и шел звычайный працовный день. У Гомельским областным родильным доме график был вельми напруженным. Первый новонародженный заявился на свет, еще на святанку. День был праздничный, но прошел он, как обычно, достаточно активно. Роды первые в этот день начались в 5 часов утра. Сразу практически одни с другими были двое родов совершенно нормальных. Но затем роды распределились более равномерно в течение дня. Все хорошо себя чувствуют детки, и мамы тоже. У Вогаля 3-го липеня тут приняли 7 детей. Причем девчонки обычно хлопчиков с ликом 6-1. А почни новонароджены 3-го липеня з'явился на свет у 22 годы 36 хвилин. Прознекольки дзен усеяны, принимают подарунки от областной организации Республиканского громадского объединения «Белая Русь». Врачи ставили 10 июля, родились мы 3-го, в 5.15. Приятно, конечно, праздник это очень приятно. Еще поздравили, пришли, подарочки вручили, очень все приятно, спасибо большое. Дату у нас ставили 28-го вообще июня. Когда приехали сюда, оказывается, дата должна быть 2-го июля. Но мы появились 3-го июля. Захотелось, наверное, просто у мужа дзе рождения 8-го марта. Ну, надо, чтобы и сын был тоже каким-нибудь с праздником. Вот и мы шли 3-го июля. Назвали уже вчера, муж придумал Алексей. 3-го лепеня у Гомельской области народились 33 детяти, 18 девочек и 15 хлопчиков. Усе они у гэты дзень разом с мамами принимают веншавания и подарунки. Для областной организации «Белой Руси» это добрая традиция. Первая доброчинная акция отбылась в 2008-м годе. За гэты час только у областном роддоме повеншавали больше, как 300 женщин. Тех деток, которых мы в 2008-м году первых поздравляли, мы уже спустя время отправили в школу, поздравили с переходом в первый класс. Поэтому мы их по жизни ведем, отслеживаем, будем помогать им потом, будем в институт их провожать. Поэтому мы своих деток не бросаем и будем сопровождать их по жизни. Ганна Ковалева, Ганна Корольчук, Валерия Гапанько. Телерадоакомпания «Гомель». И еще один подарунок детям зарабила Федерация профсоюзов Беларуси. В Нароле презентовали детячую пляцовку. Подрабязности в сюжете наших мазырских коллег. Хлопчики и девочки, так само их батьки, бабули и дядули на набережной Припяти в Нароле шматлюдно. Малые чекают заповедной команды, бегом на пляцовку. Администрация региона и представники Федерации профсоюзов в ситуацию уникают. Речи короткие. Служечку перерезали худка. И я с шехучей дятва берет старт. Детячая радость и ширость не ведают между. Тем более, что орели, горки и турники яны уже опробовали. Первопочатковая пляцовка была значительно меньше по площади. Первый вариант усталявали до годовины чернобыльской трагедии по инициативе Старшини Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орды. Уличиваючи, какой популярностью користается пляцовка, какие черги выстроиваются, как покататься, принято решение об поширении. Появилась просьба жителей района с учетом того, что здесь красивейшее место. И по сути дела всегда, и по вечерам, и в выходные дни наблюдается паломничество детей. Сделать здесь вот такое место, чтобы и взрослым можно было отдохнуть, ну и детям интересно привести время. Спорили долго, а что такое сделать. Ну и решили сделать игровую площадку. 6 мая мы ее открыли, но как оказалось, такого паломничества не хватает одной. Поэтому нашим председателям Федерации профсоюзов Беларуси Орды Михаилу Сергеевичу было предложено, давайте еще одну площадку сделаем. Светлана Леонидовна пришла на обновленную пляцовку разом с дочкой и внучкой. Женщины признаются, на роли детяших завал не хапая. Подарунок профсоюзов, як нель года речи. Утром начинается, чтобы быстрее на горку нам прийти. Поэтому на качели, на горку, конечно, город не нужны площадки, потому что, так как у нас город такой маленький, и таких площадок у нас не хватает. Тем более у нас тут рядом вообще ничего такого не было, ни горок, ни качели. А теперь нам целая большая площадка, конечно, нам хорошо. А тем часом Федерация профсоюзов урихтует для народа черговый сюрприз. На супер дитячей пляцовки будут усталеваны тренажеры, спортивный куток под открытым небом. Светлана Груцкова, Вячеслав Перасыпкин, телеканал «Мазир» специально для телерадиокомпании «Гомель». Протягиваем выпуск. Адрасное субсидирование у жилевом будавництвю уводится в Беларуси. Отповедный указ подписал президент Александр Лукашенко. Субсиды будут продоставляться на выплату частки процентов за корыстание кредитом на будавництво, отрыманным у любым коммерциным банку, ашмадетным и молодым семьям, а так само детям-сиротам, и на погашение частки основного долгу. Умовы, на яких будет продоставляться держпотрымка, изменяются. Наприклад, кредиты на будавництво жиле можно будет взять не на 20 и 40, а только на 20 годов. Принциповая розница в том, что, если зараз компенсация с бюджету льготных кредитов предоставляется банкам, то по новому указу она будет идти грамадянам. Еще один способ обзавестись жилем – побудовать властный дом. Земельный участок можно купить в прозаукцион. У Гомельским гарвыконками яны проводятся некальки разу на месяц. Наступное отбудется от другого жнивня. На торги выставят пять земельных участков для набыття у приватную властность. Яны размещены по Старо-Волотавской вулице, на Старо-Волотавским и Лугавым завулках, на пересечении Гвоздичной и Аграрной вулиц, а так само в поселку Новая Житцё. А кроме того, на аукционе будут представлены четыре земельные участки для выкористания на правах аренды. Яны находится у 16-18 микрорайонах, у района Редшицкая проспекта и улицы Косарова, а так само у Червоным Маяку. Земельный участок, который мы выставляем на аукцион, он в принципе полностью сформирован. То есть на него есть документы. Победителю аукциона не требуется оформление каких-либо дополнительных документов. Он в течение 10 рабочих дней после победы в аукционе, скажем так, вносит сумму необходимую, скажем так, за которую был приобретён этот участок, возмещает расходы на организацию проведения аукционов. И в принципе с квитанцией, с решением, с землеустроительным делом, за которое, скажем так, он возмещает расходы, которые были оформлены на Гомерском горосполковом, идёт в БТИ и регистрирует права на этот участок. То есть в принципе это занимает по-хорошему 10 рабочих дней. Подробязную информацию об умовах проведения аукционов можно отрымать по номерах телефонов у Гомеля. 31-09-48, это землеупорядковальная служба Гомельского гарбы Канкама. Альбо 41-97-86, у Гомеля есть десцентры. Оздоровленный лагерь «Курсант-ты» примет 25 тяжких подлетков Гомельской области. Проект стартует завтра на базе военно-транспортного факультета Белорусского университета транспорта. Школьники на протягу тыдня будут примать удел у спортивных и забавляльных мероприемствах. А на наступном тыдне гостей чекают у Лоеве. Адукационный проект, який допомагает реализовать держпагранатрат, зберает 40 подлетков. Головная задача – профилактика правопорушений и безопасности детей на летних каникулах. У Червене, в регионе, зафиксовано 16 фактов злочинства, здействованных неполнолетними. У основных это хулиганство и крадежи. Региструются и неосчастные выпадки – опеки, падение из вышени и дорожно-транспортные оздоровения. Мы четко ведем учет несчастных случаев, которые произошли с подростками. Значит, хочу сказать, что несчастных случаев зафиксировано порядка 30. Это ожоги, которые получили подростки, дети, малолетние дети. Это ушибы, которые они получили в результате падения, а также в результате дорожно-транспортных происшествий. Самые такие страшные ДТП, которые произошли, это в городе Гомеле, где девочка, будучи пассажиром на мотоцикле, они попали в аварию, и сейчас она находится в больнице. Кроме этого, в Мозыре произошло также ДТП, ну и другие случаи ухода, ну и также парасуициды. Гомельский городский молодежный театр рыхтуется представить глядашам премьерный спектакль «Метод». На сцене разгорнется загадковая история по пьесе каталонского драматурга «Жарзи Гальсерана» «Метод Гранхольма». Спектакль заявлен как психологичный триллер. Он пропануя глядашам стать светками эксперименту. Четыре персонажи с розными характерами будут проходить выпробование на престижную посаду в бойной фирме с великой зарплатой. У некий момент процедура отбора претендентов перетворается у жорсткую психологичную пытку. За невинными на первый взгляд тренингами и тестами хаваются безлитосные манипуляции человечей свядомостью. Спектакль «Метод» расскажет, на что готовый пастить человек деля паспяховой карьеры и какие моральные принципы, он сдольный переступить. Те болевые кропки, которые существуют в нашем грамадстве, они дивным чином у Гальсерана амали усе на видовоку. Это и феминизм, это и ставление до таких, как не все. Декорации постановки вельми стриманы. Что совсем не выпадково. Тут так само нема спецэффекта у вокальных и хореографичных номеров. Уся увага сконцентрована на актерском майстерстве. Первый показ спектакля «Метод» у молодежного театра отбудется завтра у 19.01. Международный фестиваль сатыры и гумора «Белая ворона» для людей с порушением слыху пройдет у Гомелес 6 по 8 липеня. У бухти «Капитанов» сберутся команды с Беларуси и России. Усяху больше 150 человек. Организатор мероприемства – Центр инклюзивной культуры. Головная мета – реализация творчого потенциалу людей с порушениями слыху. У перший день команды представят конкурсные программы, по выниках яких вызначать переможцев у номинации «Артысты-гуморысты». На вернисаже гуморыстичных газет назовут «Лепших мостаков». Завтра у вечера на ведвальнике убачить театрализованное представление «Царские забавы» на Ивана Купалу. У другой фестивальный день конкурсанты помируются силами у спортивных споборництвах, сирот яких эстафета, прятягивание канату, волейбол и дартс. Так само в этой день вызначать у ладальников титулов «Мисс Белая Варона» и «Мистер Белый Крумкач». Завершится фестиваль великим галаконцертом с узорья Белых Варон. Идея фестиваля возникла в 1997 году. Первый год у нас в основном были концертные программы, в конкурсе принимали участие, юмористические концертные программы. А потом с каждым годом добавляли уже новые номинации. И сегодня у нас уже где-то пять номинаций. Пять лет у нас фестиваль отсутствовал, по известным причинам экономическим. В этом году решили реанимировать «Белую Варону» и провести ее в районе Якубовки. Народное свято купали, а значит завтра у Гомеля. Мероприемство пройдут на трех пляцовках. На озерах по улице Макайонка у центральном районе свято почнется у 17 годин. Жахары гости города смогут принять уделу в спортивных споборництвах, майстер-классах по плетению лялек и вянков, доведаться про свой лес по протказаннях. Будет працовать детячая пляцовка. У советским районе свято почнется у 17.30, у микрорайоне Любинске по улице Мележа. У программе концерт, карагоды, конкурсы на лепший убор и купальский вянок. У Чигуночном районе на каскаде озер микрорайона Гомсельмаш у 18.01 стартует народно-обрадовая свято «Малявничая купалья», подчас якого выступят творчие коллективы и покажут тематичное представление. Супрационники республиканского унитарного предприемства Гомелянерго с на годы Дня незалежности провели ретро-аутопробег. Маршрут пролягал по Наравлянским и Ельским районах. Гости наведали памятные мястины гэтых палеских регионов. Несмотря на столь ранний час, 7 часов утра на центральной площади Гомеля скопление автомобилей, привлекающих внимание прохожих. По уже сложившейся традиции отсюда стартует автопробег энергетиков на ретро-автомобилях по отдалённым уголкам Гомельской области. Самое главное, мы хотим подарить праздник. Праздник не только себе, но и тем людям, куда мы приезжаем. Это у нас уже шестой автопробег. Вы можете посмотреть, какая техника. То есть очень уникальные антикварные вещи у нас здесь. Безусловно, мы не забываем свои корни. И всегда с нами вместе наши партнёры. Это и общество воинов афганцев всегда. И, конечно, мы, приезжая, всегда не забываем наших ветеранов. Когда-то идею автопробега по местам боевой славы подсказал генеральный директор республиканского унитарного предприятия Гомелинерго Александр Петух. Тогда он возглавлял крупную структуру, и его увлечением заразились коллеги. Когда-то моя была любовь, хобби. Когда было время, в детстве я когда-то машинами занимался. Потом была работа, некогда. На пенсии уже здоровье не позволяют. Но, тем не менее, вот мои две любимые машины стоят. Вот Победа – это моя ровесница. Ей уже 63 года. Поэтому вот, ну, как-то, как родное. Мне многие предлагали выкупить их, перекупить, перепродать. Посмотрю, посмотрю. Лучше она пускай во дворе стоит. Каждое из этих авто – ценный экземпляр. Но стоять в гараже и долгое время ждать своего звездного часа они не привыкли. В праздничные дни ретроколонно посещают места захоронений воинов, погибших в Великой Отечественной войне, и места памяти земляков, отдавших жизни в локальных конфликтах. В этом году участники автопробега проложили путь из Гомеля до Наровли и Ельска. Среди участников автопробега традиционно военно-патриотический клуб «53-й полк НКВД», который действует при филиале «Энергосбыт». Несмотря на дождливую погоду, жители Наровли присоединились к церемонии возложения венков, к памятнику воинам-освободителям. Минута молчания и оружейные залпы в честь подвига погибших продолжили памятную церемонию. Позже раритетные автомобили были выставлены на всеобщее обозрение на площади города. Главная задача – это воспитательная работа патриотизма, любви к родине, мир, добро. Ветераны войны в Афганистане – это прямые, наверное, наследники, чтобы принять астафету патриотизма, астафету от ветеранов Великой Отечественной войны и дальше продолжать все это. Поэтому вот пример энергетики показывает, как сегодня нужно это еще делать. Мне очень приятно осознавать то, что такие автопробеги у нас сегодня востребованы и желаны. Мы участвуем в сохранении истории нашего государства, в сохранении памяти о войне, о других трагических событиях в истории нашего народа, тоже чернобыльской катастрофе. И вы знаете, эти автопробеги уже стали частичкой нашего коллектива энергетиков. Мы действительно искренне это делаем. По традиции энергетики привозят с собой подарки для детей. На этот раз ключи от мотоцикла были переданы ученикам Наравлянского государственного профессионального лицея. Следующий пункт остановки участников патриотического автопробега – город Ельск. Участники памятного мероприятия почтили память погибших воинов-интернационалистов. Позже митинг памяти состоялся у обелиска в центре города. В тот день звучали обещания верности традициям дедов и прадедов. День независимости Республики Беларусь – праздник всех, кто гордится Родиной. Генеральный директор Гомель Энерго – это человечище, человек слова. Он же является еще у нас и председателем федерации борьбы дзюдо в Гомельской области. Редко встретишь людей, которые говорят и делают, которые близко не состоят к дзюдо. Люди, которые на сегодняшний момент, которые готовы чего-то отдать, они достойны уважения. Самое интересное, вот мы выехали с Гомеля, и люди машут руками. Это хорошо, люди воспринимают это вот как акт доброй воли. В Ельске выставка редких авто также вызвала неподдельный интерес взрослых и детей. Они могли вдоволь посидеть за рулем старой техники и сфотографироваться на память для семейного альбома. А рядом с раритетами новая «Газель» – это подарок от Руб Гомель Энерго для воспитанников Ельской юношеско-спортивной школы по дзюдо. Финальной же точкой автопробега по девизам «За сильную и процветающую Беларусь» стало выступление заслуженного любительского коллектива «Скорбонка», который работает при гомельских тепловых сетях. В исполнении самодеятельных артистов прозвучали лучшие композиции коллектива. Вообще же, начиная с 2012 года, участники автопробега посетили Брагин, Хойники, Луэв, Карму, Чичерский, поселок Октябрьский. Каждый год новый маршрут, но повсеместно колонну раритетной техники местные жители приветствуют радушно и приглашают приехать снова. Наталья Игнатенко, Анна Ковалева, Евгений Макинка, телерадиокомпания «Гомель». Гэты и инши новины вы можете знасти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфиры спортивный агляд. С новинами спорта у вас познаемец Михаил Садовский. Субтитры создавал DimaTorzok